Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, 23 апреля, второе воскресенье после Пасхи, неделя о Фоме, и еще также в Церковном календаре носит название эта неделя, то есть воскресенье Антипасха, то есть против Пасхи вместо Пасхи, вот так можно еще сказать. То есть Антихрист у нас, помните, Антихрист против Христа вместо Христа. А это как бы воскресенье, которое дает нам возможность еще раз окунуться в атмосферу праздника Пасхи. С точки зрения устава, это как бы Пасха в формате двунадесятого праздника. Поется величание, все нашли имдение служатся, в то время как сам праздник Пасхи, мы помним, что богослужение совершенно особенное. И в этот день мы с вами читаем опять же отрывок из книги «Деяния стих апостолов», переносимся немного вперед, пятая глава у нас с 12 по 20 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. В первосвещениях же и с ними все, принадлежавшие к ереси Саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал, «Идите, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Итак, братья и сестры, мы с вами, как я и сказал, перенеслись немножечко вперед. Мы читали с вами друг за другом книгу «Деяний» с отрывок за отрывком. И дошли до третьей главы. Сейчас через четвертую главу мы немножечко перескочили. Оказались в главе пятой, причем не с начала. Дело в том, что то, что говорится о начале пятой главы, мы, скорее всего, еще это прочитаем, но просто здесь нужно напомнить в двух словах. Вы можете свой взгляд, если у кого есть книга, бросить на начало пятой главы. И вспомнить, о чем там говорится. Потому что здесь, например, в 12-13 стихах есть некая посылка, отсыл, так назовем, к предыдущим текстам. А именно начало пятой главы посвящено истории Анани и Сапфиры. Дело в том, что вы помните, наверное, братья и сестры, исходя из текста «Деяний» и так из истории церкви, что Иерусалимская церковь жила в режиме, так сказать, раннехристианского коммунизма, можно так назвать. Тут прямо написано здесь, просто мы эти отрывки не читаем, пропускаем. Почему-то так календарь устроен, что вот эти отрывки просто выброшены. Они у нас не читаются ни сейчас, ни позже, просто пропускаются. Но, конечно, есть смысл читать все-таки все, что написано в этой замечательной книге. И там написано о том, что все было общее. И все люди приходили, приносили это христианам, свое частное имущество, продавали. В смысле, конечно же, продавали и приносили деньги. И тем самым была возможность существовать как-то всем вместе, иметь все общее. Вот такой был режим. Но мы вспомним, что, конечно, впоследствии этот раннехристианский режим поддерживался с помощью существования от языческих церквей. Апостол Павел постоянно собирал это пожертвование, помните, с Филиппийской церкви, с Фессалоникийской. Коринфян активно уговаривал в этом поучаствовать. Вот так церковь и существовала благодаря этим, так сказать, инвестициям, вливаниям. Но, опять же, ведь не очень долго, до разрушения Иерусалима, разумеется, до 70-го года. Сколько это получается у нас? Ну, около 30 лет. Не очень много для того, чтобы, так скажем, сделать выводы о том, если бы Иерусалим не был бы разрушен, надолго ли бы, так сказать, хватило бы вот этого устройства, такого вот коммунистического, можно и так назвать, действительно, потому что как коммуна все общее было. И мы помним о том, что в начале пятой главы вы рассказывается об Анане и Сапфире, которые, продав свое имение, не все отдали церкви, за что были наказаны смертью моментальной. И, конечно же, все христиане это видели. И для них это было уроком, что если ты хочешь принести все в церковь и говоришь, заявляешь о том, что это действительно все, тогда и все приноси. А если что-то хочешь оставить, то тогда не делай вид, что ты такой вот щедрый и поступаешь, как все, говоря о том, что это все, что ты выручил, скажем, с продажи чего-то. Ну, может, об этом отрывке мы еще, скорее всего, поговорим, потому что история Анане и Сапфире, она, насколько мне помнится, не пропущена. Да, вот в отличие от этих отрывков пояснительных, связанных с, так сказать, коммунистическим устройством раннехристианской иерусалимской общины. И вот как раз, значит, продолжение этой ситуации с Анананей и Сапфирой. Здесь и описывается все, что было после этого. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса, и все ненадушно пребывали в притворе Соломонов». Но об этом и говорили, что от особой притвора Соломонов, где христиане собирались уже как бы некой отдельной группой, и 13 стих поясняет, что с посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Да, никто не смел пристать, ну, видимо, все-таки с опасением, еще с осторожностью посматривали на христиан, не зная, может быть, как вообще к ним все-таки относиться. К тому же, если эти люди слышали про историю с Анананей и Сапфирой, то, наверное, даже кто-то и побаивался, потому что, может быть, кто-то действительно думал, что если ты становишься христианином, то ты должен все туда обязательно принести, все продать и, как говорится, ничего себе не оставить. Ну, опять же, повторю, смысл истории, вот этой назидательной истории с Анананей и Сапфирой было именно в том, что они, это видно из текста, что они пытались именно обмануть апостолов, обмануть Духа Святаго, как Петр им скажет, говоря о том, что якобы они несут все, а на самом деле не все. Вот, ну, кто-то, может быть, подумал, что, в принципе, если ты вступаешь в христианскую общину, то у тебя выбора другого нет, как только все принести. А, может быть, это было причиной некого страха и того, что, вот как здесь написано, никто не смел пристать к ним. И далее, 14 стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, так бы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все, первосвященник жизни все принадлежащие кересе саддукейской, исполнились зависти, наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, и выветший их сказал, «Идите, иставшие во храме, говорите народу в сессии слова жизни». Так мы видим, сколько знамений, чудес происходило вот в то время, когда апостолы начинали свою проповедь. И исцеление, и изгнание бесов. И вот посадили апостолов в темницу, ангел им отворил дверь, и они непостижимым образом вышли из темницы и пошли проповедовать дальше. Конечно, поражает это обилие вот этих вот знамений и чудес. В общем-то, все деяния, вся книга деяний пронизана этими рассказами. И иногда, может быть, у современного человека, который сталкивается с многими, так сказать, необратимыми трагедиями, бедами, ситуациями сложными, болезнями, и возникает какой-то вопрос такой, немножко даже с долей такой боли, что ли, скорби, а почему вот тогда так, а сейчас, скажем, не настолько все это в таком количестве, скажем, происходит. Ну вот есть одна из мнений толкователей, что для того, чтобы церковь тогда развивалась так интенсивно, и чтобы действительно очень много людей привлекалось к ней поначалу, Господь давал вот эту вот особо призывающую благодать для того, чтобы люди под воздействием этих чудес и знамений больше и больше присоединялись к церкви. Ну вот есть такое объяснение. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из пятой главы книги Деяний с 12 по 20 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, что в нем заключены великое отрады, утешение и наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое при и выше небес. О!